Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу предложить вашему вниманию уловистую приманку как поппер. Он может иметь вот такую форму, может иметь вот такую форму, или же еще поменьше. Я их изготавливаю для определенных видов рыбалки, как для ловли окуня, щуки и другой хищной рыбы. И вот такой есть поппер, который выполнен, как вы видите, на трубке. Я очень уважаю все мушки-стримера, изготовленная на трубке, так как есть возможность проводить ее в самых закоряженных местах, с заросших растительностью, переверну крючок жалом вверх. Вот место для крепления крючка. Для изготовления я использую приспособление для вязания на трубке. В качестве исходного материала я использую обыкновенную ампулку, которая от стержня. В качестве материала, с которого я буду выпрессовывать головку своего поппера, я использую обыкновенную подошву. Можно использовать вот такие винные пробки. В магазине достаточно всевозможных головок для попперов, но мое правило, и в основном я стараюсь изготавливать фильмы для того, чтобы можно было с минимум количеством материалов изготовить это все дома. Выпрессовываю, как вы уже догадались, я вот такой гильзой, разная по калибру, заточенной, очень остро для того, чтобы можно было красиво вырезать нашу головку. Можно использовать не только подошву, можно использовать наборы для букв, которые алфавит продается, можно использовать пенополиуретановые накладки для плавания для детей. Все, что угодно, все, что выполнено из вот такой пенки, плотной, все годится. Потому что у нашего хищника зубы достаточно крепкие, и желательно, чтобы головка поппера служила как можно дольше. Вот такого типа голова. Сколько бы щука, допустим, ее не прокусывала, она вминается и возвращается на свое место. Цвет вы можете покрасить любой, но для рыбы, когда наш поппер создает бульканье и бурунчики, она практически не замечает, какого цвета у нее голова реагирует только лишь на внешние раздражители. Но давайте приступим теперь к вязанию. Вот я уже вырезал гильзой вот такую головку для нашего поппера и обыкновенным сверлом под диаметр моей трубочки просверлил в ручное отверстие. Вот так. Подготовил для глазок место, чтобы наклеить. И слегка подкрасил спереди. Приступим теперь к вязанию. Так как я хочу, чтобы мой поппер двигался, не утапливая хвост, я буду вязать его с добавлением бактейла. Отступаем место для крепления нашей трубки. И делаем пару-тройку оборотов нашей нити. Не забываем промазывать клеем. Теперь я беру немножко вот такого желтого, немножко оранжевого, немножко красного бактейла. И делаю пучочек для хвостика. Вот приблизительно такой пучок. Больше не надо. Я его буду крепить сверху. Пару виточков прихватили. Берем, добавляем немножко красного. Красный я закреплю снизу. И немножечко оранжевого добавлю по бокам. Я закреплю пучок. Продолжение следует... Продолжение следует... Поппер, хвостик у нас будет смотреться вот так ровненько. Берем теперь скальпель и остатки. Подравниваем остатки, чтобы ровненько было. Прямо режем по трубочке наш бактейл. Вот так. Подрезали, подровняли. Теперь остается нам сделать... Промазать клеем место крепления бактейла и начать крепить наши элементы. Промазываем хорошо. Так как бактейл у нас достаточно скользкий материал, здесь желательно использовать клей. И берем, добавляем теперь наш люрекс. Вот какие у нас есть остатки. Все, что есть блестящее. Все мы добавляем теперь в хвостик. Подбираем по длине. И крепим. Закрепили. Подровняли, обрезали остатки. Даже если люрекс немножечко будет длиннее, это не страшно. Бактейла подровняли, прихватили. Добавим еще. Добавим еще. Добавим еще. Продолжение следует... И добавим немножечко нашего голографического, пару прядей люрекса. И эту прядь разделим пополам и положим по обе стороны. Закрепили. Подровнять можно будет потом, когда снимем. Хорошо проматываем, пока клей наш не схватился. Примеряем, не залезли, нет, хорошо, все. Теперь, для того, чтобы стример наш был симпатичный, я подготовил вот такое перышко Гризли, перышко Шартрес и оранжевое флуоресцентное. Берем, крепим перышко оранжевое и прямо на месте крепления начинаем делать обмотку. Следим за тем, чтобы мы не залезли на место, там где будет наша крепица, голова поппера. Пара-тройка оборотов вполне будет достаточно. Поправляем оборотки. Если, как в моем варианте, попадает пуховое перо, это не страшно. Для нашего стримера даже повышенная лохматость идет на пользу. Вот так и делаем закрепляющий узел для пера. Ость отрезаем. И проматываем окончательно наше перо. Поправили. Проверили. Достаточно. Берем перышко Гризли. И крепим здесь. Поправили. 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 Также делаем пуховым пером, не обрезаем парочку оборотов. Крепим пером, росте отрезаем. Проверили, как раз аккурат. И сделаем пару оборотов нашим пером шартресс. Проверили. Проверили. Проверили бородки. И буквально, может даже один оборот, так как, чтобы у нас оставалось место для крепления нашей головки. Вот один вышел, и еще выйдет у нас второй. Все, крепим теперь наше перо. Отрезаем ось. Есть. Вот у нас вышла вот такая конструкция для нашего попера. Теперь место крепления пера промазываем клеем и промазываем клеем нашу трубочку, так как на ней мы сделаем небольшую обмотку ниткой для того, чтобы можно было закрепить хорошо трубку. Делаем по спирали. Делаем небольшую обмотку вперед-назад. В любом месте завершающий узел. И одеваем нашу головку. Вот у нас вышло все, как мы и хотели. Немножечко трубочки выглядывать, так и должно быть, для того, чтобы не мешало нам заводить леску и другой поводок. И теперь мы клеим наши глазки. Как я в одном из фильмов уже рассказывал вам, все возможные вот такие вот глазки я изготавливаю сам. Под свои потребности. Берем клей и на место, где я подготовил уже, наносим пару капель. Повторюсь, очень люблю все возможные стримера, папера, все, что изготовлено на трубке. Просто универсальная снасть, практически рыбачить можно в любых условиях. Заросшая, не заросшая, закоряженная. Перевернули крючок, поменяли, какой нам надо, и рыбачим. Прихватили, подержали немножечко, чтобы клей наш прихватил. Буквально секунд 10-15, этого будет достаточно. И на место глазок я немножко капаю лака. Теперь я беру вот такую пластиковую трубочку, в данный момент это остатки капельницы. Отрезаю необходимой длины мне кусочек. Пока трогать, естественно, мы не будем, пусть оно приклеится. Как только высохнет, все это у нас станет вот таким, снимем, красивым. И наша приманочка готова к рыбалке. Всего хорошего, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok